Избиение без наказания. Дело по обвинению руководителя Федерации смешанных единоборств Нижегородской области Сергея Яковлева в избиении на улице человека завершено таким образом. Титулованный боец Сергей Яковлев избил бодибилдера Евгения Антонова. К девушке бодибилдера, работавшей в банке, на вещи приставал клиент. Он вызвал его на разговор, а этот клиент пришел с поддержкой. Сергей Яковлев, согласно материалам дела, нанес Евгению Антонову ряд ударов. Сломал ему челюсть в двух местах. Челюсть собирали потом на пластины. Она срослась, но пострадавший стал заикаться. Это, видимо, на всю жизнь. Довести дело до суда пострадавший пытался четыре года. Дело в полиции то возбуждали, то по непонятным причинам приостанавливали. После жалов прокуратуры опять возбуждали и снова останавливали. И только после обращения пострадавшего к главе Следственного комитета уголовное расследование, тянувшееся четыре года, было завершено за два месяца, передано в суд. Сам обвиняемый и его друг заявляли, что никого не били, и пострадавший что-то перепутал. «Потерпевший знает, кто я. И ему так проще. Потерпевший сейчас идет на всевозможные ущерения, чтобы как-то оклеветать и выставить меня в таком, скажем, нехорошем свете. Потому что там же только слова потерпевшего есть, что что-то сделал я. Я уверен, что это какое-то недоразумение, потому что он осмотрел сайт, осмотрел кучу роликов в интернете. И по всей видимости, тот, который нес сам удар, был схож со мной по некоторым признакам». «Может, он разбежался и в стену ударился? Мы же этого не знаем». «Кого вы на встречу привели, вы помните?» «Вы что, сумасшедший? Я никого на встречу не приводил, я был один». «Любой конфликт должен решаться в информационном поле. Драка отвечает на вопрос, кто сильнее по конкретным правилам в данный момент времени. Поэтому я и все мои ученики отменяли постоянно подачу, чтобы люди все конфликты решали в информационном поле». Статья, по которой судили руководители Федерации смешанных единоборств, предусматривала до пяти лет лишения свободы. Но в прокуратуре неожиданно решили, что нанесенные травмы были не опасны для жизни человека и не повлекли последствий для пострадавшего. «Суд установил то, что Яковлев нанес мне два удара в челюсть слева и справа, вследствие чего у меня произошел двойной открытый перелом челюсти. Яковлев на суде отдачи показаний отказался, но произошел такой факт, неоднозначный прокурор выдвинул ходатайство в суд о переквалификации и делал на более низшую статью. Данная статья подразумевает срок давности, у нее два года. Суд принял решение, то есть он признал то, что он находился в данное время в данном месте, нанес мне два удара. Но по ходатайству адвоката Яковлева о прекращении уголовного преследования за сроком давности, он это уголовное преследование в отношении Яковлева прекратил. С моей стороны поддана жалоба в прокуратуру Нижнего Новгорода и Нижегородской области на действия прокурора Паршина с необоснованной переквалификацией статьи. И также поддана апелляционная жалоба в суд на пересмотр дела в другом составе. Также я намерен добиваться привлечения к ответственности свидетелей Яковлева, которые по факту, получается, на основании даже этого решения суда давали ложные показания. Кстати, комментарий самого Сергея Яковлева нам получить не удалось. Продолжение следует...